Всем здравствуйте! Продолжаем шокировать зрителей. Один зритель выдал такую реакцию. Я так приятно. Вот второй задарок. Тоже Никс. Такой орительненький. Вот он сейчас чисто на мне без всего. Ну, я вообще пришел с магазина, с улицы на мне был вот этот вот. Бальзам Таиландский от Лёльки из Тюмени. Поверх был Ифрашевский мелкий блеск. Найти бы его. Тоже от Лёльки. Из той же Тюмени. Точнее, можно сказать, от той же Лёльки. Ой, у меня помаз какая-то выпала. Короче, тот бальзам, который на мне блеск был в предыдущем или постпредыдущем видосе. Потому что в предыдущем видосе, по-моему, был этот самый стрим. Короче, вот. 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 Может быть, не так ярко его передают. Или не так тускло. Хоть у меня включено аж пять лампочек энергосбригаря. Короче говоря, при свете солнечного дня практически, на самом деле, у нас там пасмурный такой день, я ездила в атаку. Ещё была в аптеке, которая при атаке. И ещё попутно зашла в один магазин. Ну, это вы всё увидите. Я решила, что давно не обозревала то, что я покупаю. Обычно я покупала то, что-то не обозревала. Вообще, у меня дико устали глаза. Вот, не знаю. С последнего стрима они ещё больше устали, чем когда меня раскрутили на три с лишним часа. Но вот, когда меня раскрутили на три с лишним часа, то у меня и прошёл такой процесс. Вот. Мегринь, 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 мегринь. Короче, цапля чахла, цапля сохла, цапля почти склеила копытца. Я помню, что я видела в атаке бифидумбактерина. У меня заканчивается. Буквально там три капсулки осталось. И я решила купить. Потому что я за 300 что-то, ну, в два раза дороже его покупала. Те же 30 таблеточек, 30 капсулок в аптечке. Где-то, наверное, в начале года ХЗ. А вот тут они 159 как-то. В общем, вот. Бифидумбактерин 100 тысяч, а точнее, ТМ. Источник пробиотических микроэнганизмов бифидобактерий. Для взрослых и детей с трех лет 30 таблеток по 0,3. В общем, по 0,3 грамма. Экко-плюс. Сейчас я это вскрою, наверное, даже. Вот так. Да, вот, Люля вскрыла. И вот тут такой большой пузырек. А может, и не вскрою я его. Наверное, придется завтра пилить кладне. Все равно завтра пилить кладне. Ай. А нет. Пилить-то кладне придется. Обскрыла-то я уже. Да, там вот таблетки просто. Таблетки у меня были капсулки. Ну, в принципе, таблетки хрен с ним можно и таблетки, лишь бы не порошочки. Потому что эти порошочки в таких стеклянных колбочках, которые вот Эльфи и Лёля вообще хрен знает как открывают. Меня там где-то обозвали иконой. Вот сегодня икона с оранжевой, а не помадой. Экона Эльфи чайной. В общем, вот Эльфидом Бактерин. Вообще, у меня ему в списке не было. В список покупок у меня с собой был. Где-то треть списка отсутствовала. Ну, не суть важна. Но я потом шла, чего-то искала, увидела это. Вспомнила, ой, у меня же в списке его нет. А надо купить. Пипетка. Обычная пипетка, чтобы закапать капельки в глазки. Которые охренеть как устали. Что-то вообще до хрена устали. Сегодня я даже не тайпила еще ничего. Хотя у меня там 26, наверное, страниц еще осталось. В общем, пипетка 15 рублей. Последний раз я пипетку покупала за 5 рублей. Причем в той аптеке, насколько я помню, всегда все было охренеть как дешево. Но как-то там позиционировать себя как дешево. Не, мне в принципе не жалко 15 рублей. Но я что-то так удивилась. Обычно пипетка, ну, 10 рублей. Ну, обычно 5. В среднем 10. Ну, как-то так. В общем, у меня тут заканчиваются ручки. Я купила такую, покупала как-то себе и тетя. В основном тетя, по-моему, на какой-то так, просто так. Потому что она как бы учитель. И она сказала, что там в атаке есть ручки, которые вот такие прорезиненные и удобные. И мою черную ручку, у меня тогда черная, по-моему, была, или... Нет, у меня вот синяя была, но она такая вот тоже была, типа, с черной. У меня скоммунитил еще в той квартире код. Делал ее так, что она уже не была ручкой. Эти вот ручки, нахуй, проверить пишут. Пишут, однако. Они как бы дороже, чем обычные ручки. Вот, допустим, это около 8, что-то. Вот тогда я покупала их за 10. Тут я их за 8 чем-то купила. А эта ручка, ну, что-то может 4 или 5 рублей. В общем, это тоже атаковская ручка. Вот она уже заканчивается. Я красненьким пишу японские словечки, а синеньким пишу, как они читаются на русском и на романде, а потом, как они пишутся. Точнее, что они обозначают на русском. Тоже синенький. И вот у меня вот как бы ручки заменные. Я себе купила русский десерт воздушные зерна риса в сахарном сиропе с тукатами. Вот просто воздушный рис в сахаре в этом магните продается. Праздник сластеный иногда покупаю. С молоком одина съела в основном с щем. Или так. Короче, я хомячила. Как бы видела. А то с сукатами. Слушайте, вы не поверьте, как я пытаюсь не зевнуть. Короче, с сукатами. Кот мне еще сегодня спать не давал. Хулиганил. И погода еще такая. Вчера было тепло, но дождик. Сегодня нет дождя, но прохладно. В общем, вот купила себе вот это вот. Не знаю. Просто увидела, там просто был рис. И был рис с сукатами. Так интересно стало, в каком месте там эти сукаты. С хомячу, знаю. В прошлый раз, когда я была в атаке, я видела там зубную пасту. Еще так подумала, да нафиг мне зубная паста. У меня есть. Потом вдруг выяснилось, что у меня заканчивается. Другой флакончик, тюбичек я в деревню уволокла уже. Вот на пожизненно, на все лето там, да. Надеюсь, я туда все-таки свалю хотя бы дней на пять. В общем, я тогда помню, почитала, увидела эти пасты, почитала. Там просто паста была и паста для всей семьи. Я поняла, что если для всей семьи, это значит с учетом детей с молочными зубами. Они у меня молочные, хоть и не дети. Хотя по эльфинским меркам я вполне еще дети. Для всей семьи зубная паста каждый день 100 миллилитров. Средства гигиены полости рта. Зубная паста каждый день для всей семьи. Вода, карбонат, кальция, в общем и бла-бла-бла-бла. Куча всякой хренатине. Тут 100 миллилитров, что-то она около 20 рублей стоила. Я думаю, что попробовать ее. Вот она тут зафольгирована. Потом попробую, узнаю. Я просто так это как-то думаю. Ну паста, она и в Африке паста. Я раньше где-то за те же деньги покупала ту, которая сейчас стоит рублей 40. Так. Это у меня было то, что я не стала в сумке. А теперь у меня есть пакетик, волшебный пакетик такой. Он уже слегка порвался. Там такая прорезь оказалась, ехала в автобусе, обнаружила. И думаю, этот пакетик у меня уже пойдет под биомусор. Биоразлагаемый, точнее. Ну перерабатываемый мусор, точнее. В общем, у меня тут так вкусно пахнет. Слушайте, не поверите, как я вообще сдержалась, не сожрала ее по дороге домой. Мне частично есть хотелось. Ну вот тут у меня пироженки. Вообще это печенье. Это лепешки сметанные, которые я купила сейчас перед домом, зайдя в местный магазин. Вчера купила две штуки, они мне так понравились. Мне зачем продавится. Уже, видать, запомнила. Я вчера купила две таких. Четыре колечка. Мини колечки вот эти с орешками, такие вот песочные. Да, и еще два пончика, которые такие вот кружочками, такие вот пончики с дырочкой, да? Пончики, наверное, да. И сверху один покрыт, в общем, розовой фигней. И внутри розовый такой джемик, даже красненький. А другой желтой фигней, внутри желтый джемик. Вот там еще был шоколадной фигней покрыт. Наверное, шоколадный внутри джемик. В общем, они все очень вкусные, но вот это было вообще офигенно. Это, короче, лепешки. Внутри них белая начинка. Вот я купила, сказал, шесть штук. На 90 рублей это у меня вышло. У меня по зарезу закончилось, Кузьи молоко. Думала, обычного купить. Ну, вроде как, если повезет погода, и завтра планирую все-таки это, сгонять за молоком Кузьим. Так, тут у нас сосиска в тесте, 80 грамм, оказывается. Все-таки зевну. Ой, как же хорошо зевнуть там, не сдерживает. 24 рубля, 20 копеек. Рубы за упаковку. Сделано сегодня в 8.46. В общем, я не знаю, то ли они действительно сами пекут, там написано, типа, пекарня внутри атака, то ли они какое-нибудь замороженное тесто фигачат в это замороженное тесто, все остальное. В общем, тут сосиска в тесте. Что-то я на них подсела. Там у нас магазинчик есть на часовом, на остановке рядом, там мясное, что-то вообще куча всякого всего. И пирожки бывают. Пирожки бывают, сосиска в тесте, 20 рублей. Вкусная очень такая, витая. А какой-нибудь пирожок с яицами или с какой-нибудь требухой, он уже подороже, не знаю почему. Мне всегда казалось, что сосиски в тесте дороже. Короче, вот там очень вкусные пирожки, вот витые такие. Кто вдруг знает часовой в Угличе район, вот эта остановка, там такой магазинчик, ларечек. Вот там очень вкусные пирожки. Я иногда, когда там бывает, даже специально покупаю и дома уже схомячиваю. Иногда стабильно попадаю так, что хочу есть, потом не покупаю. В ожидании кто-то это купила. Я себе, правда, это совершенно не по списку было. Но я что-то увидела, я решила, думаю, что... Вот молоко сделаю себе завтрак мокрый. Сухой завтрак. Поэтому он будет потом мокрый. Сухой завтрак звездочки. 37 рублей одна копейка за 146 грамм. Сейчас кто-нибудь в каментах, начнете, не сейчас, а вот когда это увидит, напишет. Да, вот тут такой звук, как в АСМРе. А ты давно АСМР не снимала. Вообще не дала. Еще я себе купила тетрадочку. Обычная тетрадочка, каждый день, клетка. 48 листов, нормальная бумажка. Потому что у меня все-таки, наверное, заканчивается там моя японец-то... Точнее, тетрадочка под мой японистый, японский. Что-то 15, что ли, рублей с копейками. Обычная тетрадочка. Привет. Я из-за чего туда ехала. Холодно мне тут, у меня балкон открыт. Я понимаю, что можно закрыть, но как бы лето надо, чтобы открыто, наверное, было. В общем, вот такая фигня. Мне надо сеточку. Часть окна на кухню. Так-то бы ничего. Фиг с ним, комары там убить можно. Вчера ночью мне и так-то спать не давал. Еще и комар летал. Короче, если бы не охот был сознательный и не лазал в окно, чтобы прыгнуть вниз и сесть под яблоню, и бояться, и думать, когда же Зрёля за ним придет, или Даша за ним придет, и захватит его обратно домой, да? Вот мне надо вот такую сетку. Не помню, вот Кошка Дашка у меня вроде как-то не пыталась из окна сигануть с четвертого этажа. Я так пыталась, я его помню. В той квартире пару раз за ноги задние в последний момент успевала вытащить, купила себе. Вот у меня как раз спрашивали как-то люди в комментах, покупаю ли я колбасу. Я сказала, что сыр и копченые, то СК. В общем, если мне по виду колбаса нравится, не всегда она мне по составу нравится. Иногда я состав даже пытаюсь не читать. Читаюсь, вообще не пытаюсь читать. Потому что как бы начинаю читать и понимаю, что у меня дома есть в морозилке свининка. Я её могу разморозить, сварить и с хомячить. В общем, это у нас СК Фантазия. Какая-то сделана. Где хоть это сделано? Великоновгородский мясной двор. Короче, Великий Новгород это делал. А это у нас нарезка. Вот в Атаке там есть такие нарезки. Там сырок есть, колбаска в основе так. И я думаю, что ты можешь воспринимать как пробники только платные. Вот понравилась колбаска, потом придёт человек и попросит уже отрезать там кусок этого батона. Кот у меня куда-то намырился между дверьми. А тут у нас тоже сырокопчёное, марочное. Изготовитель Микояновский мясокомбинат. В общем, тут Москва, а тут Новгород. Грекий. Вот такие тут. И там у них ещё цены такие, типа, дешевле 50, дешевле 100, как-то так. Вот это мне за 22,86 обошлось. А это за 19,13. Ну, как бы, 6 кусочков, ни много, ни мало. И не протухнет. И попробовать могу. И там, ну, или с бутербродом, кот не ори, или с какой-нибудь плюнёй. Типа, там, картошка, макарошка. Вообще, я хотела купить печенье юбилейное большую пачку, если она там была. Ну, там была большая пачка печенья юбилейное с овсяными хлопьями. Но, вот, их чё-то сейчас не хочется. Хотя, мне тоже нравятся и овсяные хлопья в печенье юбилейном. В смысле, печенье не юбилейное, а овсяное. Но, вот это вот увидела просто. Там чё-то на 18 рублей было. И я его купила, эту пачечку. Думаю, пусть будет. У меня чё-то закончилось моё печенье. Ах, чё, зеваю. Простите, люди, которые видят меня и... Которые их колёбит, когда кто-то зевает. У меня там кто-то писал в камен, так что, как это, ты зеваешь? Ну, зеваю, ну, чё сделать. Я честно сдерживаюсь, вот. Уже как. Будь собой, не дай себе не зевнуть. Как-то так, да? Тут сметана, 200 грамм. Кто хоть её делает? Я уже как-то такую покупала. Кто-то её ведь делает. А кто её делает? А, это в Твери делают торжок. Короче, торжковская сметана мы ещё когда с Машей были, моей подружкой, в торжке. В смысле, в Твери и в торжке тоже, ну, в Твери жили. В общем, там очень вкусная молочка в торжке. Вот тут сметана, 200 грамм. Что-то 25 рублей она, что ли, была. 20% жирности. До конца лета, в смысле, до конца этого месяца может жить. Я хотела себе какого-нибудь суфле или зефира. Я помню, я как-то покупала в Атаке такой зефир, он мне понравился. Я решила, что-то, чем 10. Так, у меня на 70 рублей, что ли, вышло. Они, по-моему, с начинкой. Вроде как с малиновой должны быть. В общем, там каждая зефиринка в пакетике. А пакетики в пакетике. Так, еще у меня тут. Я как-то покупала в Атаке макароны эти, спагетти. Мы с Дашкой ели, я сама ела. Короче, вкусные макароны, мне так понравились. На развес. Я решила взять еще и других макаронов. В принципе, за этим и ехала. В основе там, по большей части. Ну, не именно за ними, но я их что-то увидела и решила купить. В общем, макароны, какие-то макароны. Такие вот, такие. Ой-ой-ой, не падайте, макароны. Макароны. Такие вот, типа ракушки. Вообще, на самом деле, у меня там есть еще макароны. Вообще, мне есть что есть. Ну, вот их так, когда взвешивала себе, точнее, вот этой черпалкой, и набирала в пакетик, думаю, приду домой, сделаю макарону. Ну, у меня как бы и гречка с мясом, и макароны, и супчик, и что-то еще. И вот, в этот раз у меня больше, видимо, тут на 600 с чем-то грамм, 638 грамм. Ну, вообще, стоит оно 30 рублей 60 копеек за килограмм, 19,52. Сорт в спагетти. Что делать, не знаю. Состав мука пшеничная, высший сорт, и вода, короче. Я помню, что я собиралась как-то сделать свою лапшу. Лапшу именем себя по рецепту бабуси, но как-то у меня случился переезд, а сейчас как-то не до того. Не до того. А еще вот я хотела какой-нибудь варенька. Но что-то там состав такой весь какой-то, ну, в общем, какой-то, ну, не такой. Или не то, или не это. И вдруг внезапно увидела. Ну, как не купить, люди, слушайте. Вот, вообще, Тамара фрукт. Открыть. Продукт из Армении. Это у нас лепестки роз, варенье из лепестков роз. Тут составе, короче, лепестки роз и сахар. Мне подобное варенье для лепестков роз еще тогда из Украины привозила моя, в общем, хорошая, скажем так, подруга моей мамы. Подруга моей мамы тоже моя подруга, да? В общем, мама моей подруги, и подпутно она подруга моей мамы. Когда они ездили на Украину, правда, тогда баночка была 200 миллилитров, а тут внезапно 400 грамм. Ну, там 400, 200 миллилитров, может, 300 грамм было, а тут 400 грамм. В общем, побольше в два раза. Я помню, сначала я его как-то не поняла, а когда оно стало заканчиваться, я вдруг поняла, что оно мне очень нравится. Короче, очень круто. Я потом хотела сама сваять, но как-то что-то... Рецепты все какие-то странные были в сети, в общем, как-то у меня руки не дошли. Я сваять сваяла, я тогда помню только гидролат розы. В общем, вот у меня тут розовое варенье. Мечта идиота, 200 с чем-то рублей. У меня тут все завалено, мне бы еще до мышки дотянуться. Короче, вот у меня такой обзор, чего я купила в Атаке. И не только для тех, кто любит, когда обозревают то, что купили где-то. Вон тут кот опять в кадре. Всем пока!